Новая рабочая неделя началась со встречи глав пяти государств на саммите БРИКС с обоюдной критикой ЕС и Британии, а также Победой Ангелы Меркель. Об этих темах подробнее уже через несколько секунд. Сегодня утром главы России, Китая, Бразилии, Индии и Южноафриканской республики встретились на саммите БРИКС, который в этом году проходит на юге Китая в городе Сямэнь. Своих коллег около 10 утра по местному времени встретил председатель КНР Сидзи Пинь. Далее, не нарушая традиции, было сделано совместное фото на фоне государственных флагов. После фотосессии политики занялись тем, зачем, собственно, и собрались. На заседаниях в данный момент обсуждаются такие глобальные вопросы, как мировая экономика, конфликты, развитие и национальная безопасность. Следует отметить, что задачами саммита БРИКС в этом году являются усиление взаимовыгодного партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижения всеобщего развития и улучшения системы глобального управления. 5 сентября политики должны подвести итоги и принять Сямэнскую декларацию. Евросоюз обвинил в Лондон в том, что последний виновен в паузе, сделанной в переговорном процессе о выходе Британии из ЕС. При этом британский министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис совершенно с этим не согласен. Более того, министр сказал, что Еврокомиссия после такой критики выглядит несколько глупо. Дэвис пообещал, что сделает все возможное, но Евросоюз не будет давить на Британию, устанавливая какие-то рамки. Давайте разберемся детальнее. Совсем недавно, 31 августа, глава делегации ЕС Мишель Барнье заявил, что никаких результатов, даже третий раунд переговоров не принес. Вообще, по плану, изначально стороны должны договориться о схеме выхода Великобритании из ЕС и только потом необходимо выстраивать модель будущих отношений. Однако Барне уверен, что обсуждать доступ Великобритании к единому европейскому рынку они будут еще не скоро. При этом Лондон настаивал на обсуждении этого вопроса уже в октябре. Ну и, конечно, все опять упирается в деньги. Глава делегации ЕС рассказал, что Британия не хочет придерживаться после выхода из ЕС некоторых своих обязательств, а именно платить ЕС за Брекзит. Еврокомиссия изверяет, что Лондон должен и после запланированного на 2019 год выхода из ЕС выплачивать деньги Брюсселю аж до 2023 года. Нет, Дэвид Дэвис, конечно, не отказывается от выплат, но он настаивает не на таких огромных суммах, которые рассчитал Брюссель. А в Германии началась гонка за пост главы федерального правительства. Вчера состоялись первые, пока единственные теледебаты между представительницей демократов Ангела Меркель и социал-демократом Мартином Шульцем. Согласно результатам, телезрители больше верят в победу Ангела Меркель. Институт исследования общественного мнения сообщает, что 55% респондентов отдали предпочтение Меркель, 35% – Шульцу. Интересно, что с таким большим отрывом Меркель побеждает впервые. Главными темами дебатов стали миграционный кризис, вопросы вокруг ядерной и ракетной программ КНДР, отношения ФРГ с Турцией. И не обошлось без дительного скандала. Основные выборы Бундестаг назначили на 24 сентября. А наша команда продолжает держать вас в курсе основных событий в мире. До встречи завтра.